Слово образование, что же это такое? Это как образовать слова? Я бы сказал, в этом еще не хватает какого-то существительства. Наука? Это наука о... образовании слов. Отлично. Можно сказать наука образования слов. Можно сказать наука о, кто, как образует слова. Как же они все-таки образуются? Из чего они обычно сделаны? Из чего? Из морфемы. Первое слово «как правило» делается из морфемы. Слова образуются из морфемы. При помощи морфемы. Напомните, что такое морфема? Образуются при помощи морфемы. Что такое морфема? Это значимая часть. То есть это не какая-то любая часть, да? Не какая-то любая часть, да? Не какая-то любая часть на то, что положит. А какая-то часть, которая что-то значит. Что-то значит. Я прошу не пугаться по слову морфема. Если вам не нравится эта тема, вы можете говорить части слова. Только добавляя хотя бы в уме значимое. Один из наших великих лингвистов, Филипп Федорович Фатурнатов, который, в сущности, очень много занимался морфемами, их так сам предпочтал называть. Он называл их страну слов «принадлежности». Как? Принадлежности. Принадлежности. Но зато по-русски, да? Пусть вас не пугает это словечко «морфемы», но тем не менее слова из них сделаны как из кирпичиков. Как из кирпичиков. Так, морфема – уначимая часть слов. Что же это за кирпичики? Давайте вспомним, какие у нас кирпичики бывают. Из чего мы можем вообще слова как-то склеить, складывать, да? Корень, окончание, приставка и сути. Странный порядок немножко, но подойдет. С чего лучше начать все-таки, а? Начать. С приставки. Ну, хотя бы по первому месту, да? Ясно, что приставка всегда стоит впереди. Ну да. Правда? Бывает так, что в слове две приставки или даже три. Бывает такая, что приставка – корень приставка. Честно, мы об этом сегодня поговорим. Но для этого мы узнаем еще об этом графике. Мы привыкли, что в слове есть приставка. В слове может быть корень. Он есть обязательно. И, как правило, он есть. И о корне мы сегодня будем говорить главным вопросам. Мы узнали и помним, что в слове есть суффикс. Опять-таки, может быть не один, два, три, да? На самом деле, может быть, еще что-то, о чем мы сегодня узнали. Окончание. Здесь окончание. Прежде всего, мы не будем путать все остальные графики от окончания. Вопрос почему? Чем они отличаются? Вернее, чем окончание отличается от всего прочего? Окончание можно изменить. Окончание можно изменить. Да, совершенно верно. Так, еще. Но оно само меняется. Окончание само меняется, да? То есть, мы его меняем. Окончание – это то, что меняется. Сло – это то, что не меняется. Еще. И еще. Окончание аналогируется всегда на согласно. Прям всегда. А если это творится, не падаешь? Ом. Нет, конечно. Не обязательно. Так, еще. Окончание бывает нулевое. Окончание бывает нулевое. Окончание бывает нулевое, совершенно верно. Оно есть нулевое. Оно есть нулевое. Нулевое корень представит себе друг. Да. Или нулевую приставку. Нет. Вот, как ни странно, нулевой суффикс. Мы о нем сегодня, может быть, что-нибудь услышим. Но об этом чуть погодя. Но самое главное. Окончание – то, что связано с грамматикой. И вот это уже стоит себе написать. Окончание – все то, что относится к грамматике, то есть к форме слова. А вот основа – не важно, сколько там морфин. Две. Одна. Пять. Основа – это не морфин. Все, что имеет отношение к лексике, к смыслу, мы не будем путать слово и форму слова. Это очень важно. Я сейчас напишу несколько, не буду говорить чего, вы их не переписываете. Но вы мне скажете, сколько здесь слов. Вот такие словечки. Итак, внимание, вопрос еще раз. Сколько здесь слов? Шесть. Одно. Одно – неправда. Шесть – тоже неправда. Ни одно, ни шесть. Думай. Пять. Пять? Три. Три – это уже лучшее. Давайте доказывать, как это. Стол – это терминальное слово. То есть, условно говоря, «рамос», да? Два. Это два лексика пока, да? Два. И третий какой? Столик. Ага, так вот. Три. Что это у остальными? Столики. Остальные – это те же слова, только в зеленой форме. Одно слово. Да? Внимание, это одно слово. Откуда мы об этом знаем? Так, девушка. Потому что там просто изменяется окачание. Ага, просто изменяется окачание. Да? Здесь начальная форма. Столик. Столиком. Здесь… Ну, здесь варенье не подзвешиваете на стол. Да? Здесь… Столики. Угу. Дальше. Стол и стола. И это второе слово. Вот оно у нас, да? Не важно. Первое слово. Да? Потому что, опять-таки, одни и те же формулы. А если словечко «Столная», то это еще… В чем внутри слова «Стол» и внутри этих всех слов есть слово «Стоа»? Я бы не сказал, что оно есть внутри. Так случайно получилось, что действительно есть, как кажется, слово «Стол». Но это не слово. Понятно, о чем речь? Да? Да. Точно понятно? Это важно? Да. А новое слово образуется только тогда, когда есть какое-то новое значение. Чем отличается «Столик» от «Стола»? Вот объясните. Иностранцу объясняется, да? Как-нибудь. Это не «Столик» или «Маленький стол». А, «Столик» — это «Маленький стол». Действительно, в словаре такое определение будет справедливо. Ну, естественно, дальше пойдет смотреть, что тут «Стол», мы узнаем, что это предмет мебели, там, да, как на четырех ножках, на трех, на скаке угодно, да, предназначенный, делям, ну, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но это же «Стол» сороконошек. Ага. Игорь, оно отличается от слова «Стол» с суффикса «ик». Ага. То есть вот здесь появился какой-то новый элемент. Новый, заметьте, да? «Стол» — это «Столик» — это «вуменьшительный ласкательный 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 ласкатель Это маленький дом, правда? Ну и так далее. Сами можете продолжать. Дальше. Как насчет столовой? Здесь что новое появилось? Столовое. Тут что-то тоже новое появилось. Что? Это суффикс ая. А, суффикс какой-то появился. Кстати, какой? Это не так просто. Ого. Совершенно верно. И окончание ая. И окончание ая, которое нас, честно говоря, сейчас не интересует. Оно слово «образование» участие не принимает, как мы знаем. И столов там конь. Самое главное, что основа. Стол. Да? Основа столовая. Стол. Стол, а столовая. Ну и дальше мы уже говорим, что столовая, в зависимости от того, как это часть речи, это либо существительное, то есть место, где едят, правда? Либо прилокативное. Либо прилокативное, скажем, столовое среда. Используемое для... Столовая чашка. Ну, столовая чашка, радио. Можно придумать все, что... Столовая чашка. Но важно, что слово у нас здесь действительно раз, два и три. А чем эти слова похожи теперь? Чем эти слова похожи? Куда? О корневом. О корневом, конечно. О корневом. И вот о корневом сегодня и будем говорить прежде всего. О корневом это неизменяемая часть слова. О корневом это неизменяемая часть слова. Потому что любая часть слова неизменяемая, кроме окончания. Хотя полчаса еще корень – это основа. Основа – это то, что не изменяется, это правда. Давайте напишем корень. Давайте вспомним, почему вообще-то термин возник по-русски. Почему это называется коренью? Скажем, не ветвью. Это главная часть? Так, это главная часть. Ага, как у дерева славные корни. Согласен. Еще почему? Потому что от корня образуются другие слова. В конечном итоге, да, от данного корня образуются какие-то… не хватает еще одного словечка. Не просто другие слова, а какие-то еще. Новые, но при этом однокоренные. А однокоренные, значит… Родственные. Родственные, конечно. А я еще хотел сказать, что корень там же всегда остается. Ну как, в корне бывают свои чередования, об этом мы еще поговорим. Корень – это, вот тут надо это записать, общая часть родственных слов. Общая часть родственных слов. Да? Да, но же самое корень не чередовая, не чередовая. Корень. Это не чередовая, не чередовая. Можно писать корень? Корень. 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 Корень не меняется. Здесь нулевое окончание, да? Ты приводишь предел, где окончание будет. Нет. А, вот здесь вот беглая глазка, да? Да, конечно, есть. Корень не могут меняться, мы к этому еще привыкли. Но они меняются по совершенно другим языкам. А пока что же считать родственными словами? Ну какие слова мы можем считать родственными словами? Однокоренные. Однокоренные. Однокоренные согласен. А какие слова мы можем считать однокоренные? Однокоренные – это те слова, которые образовались от одного слова, которые были корень, а они от этого корня образовали. Замечательно. То есть однокоренные слова, образованные от одного корня, родственные слова, образованные от одного корня, от одного слова. Но есть что-то еще, самое странное, что вы забыли? Смысл? Конечно. Смысл. Значение, я хочу сказать, да? Значение. То есть мы должны объяснить одно через другое. Я вам сейчас прочту одну историю. Я пока только скажу, как история называется. Она называется «Чужак». Кто такой чужак? Это тот, кто пришел взять что-то. Он чужой. Он чужой – это согласен. Не обязательно он пришел что-то взять. Правда? Может, наоборот. Он чужой и он из чужой земли. Можно он из чужой земли, но он не свой по отношению ко всем. Правда? Он чужой среди тех, кого находится. Вот пример. Вот среди нас сейчас появляется вдруг человек с тремя ушами. Он, скорее всего, для нас чужак. Почему? Потому что не привыкли мы к этому, да? Не привыкли. Конечно. Он чем-то отличается. Итак, чужой, да, чужак – это тот, кто чем-то отличается. Собрались ту воды родственники. Подводник с водицей беседует. Водолаз с водопадом на солнышке греется. Водитель на гормошке наигрывает. Водомерка с водорослями разыгралась. Водичка по камушкам на одной ножке скачет. И даже сам в водяной пожаловал. И все столуху в воду ждут. Вышла мудрая старая вода. Прянула на гостей. И сразу чужака приедет. Велел его прочь идти в свою семью. Пошел чужак, пригоюнулся. Где ж ему родственников искать? Теперь вопрос. Кто оказался чужаком среди родственников старой мудрой воды? Ну да? Водитель. Отлично. Водитель. Откуда это вы узнали? Молодцы, что услышали всех. Потому что это не однокоренное слово. Потому что это не однокоренное. А почему? Потому что у него другое значение. Ага. У него другое значение. То есть у однокоренных все-таки должно быть одно лексическое слово. Водитель среди? Кого там? Водолаза. Водолаза. Водопада. Водомерки. Водоросли. Водоросли. Воды, конечно, самой. Водяного. Водяного, да? Оказался? Чужаком. 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 И важно, конечно, не будет. Вот такие случайно совпавшие корни. Ну, для всех, как мы говорим, носителей языка. То есть для тех, кому язык является родным. Видно, что водитель и вода – это не однокоренные слова. Значит, они не родственные слова. А мы будем искать с вами именно родственные. Ну, как? Может, раньше называли водителем те, кто был водителем на всяких пароходах, лодках? Нет. 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 Водитель будет однокоренного, скажем, вожаку. Правда? Вождение. Слово «вести». Слово «вождение». Да? Слово «вождение». Ну и так далее. То есть это другое семейство, да? Другая семья. Быстро найти лишнее среди некоторых словечек. Беленький. Белка белить. Лишнее. Белка. Белка. Откуда мы знаем? Другой. 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 Совершенно другой. Ну и что? И что дальше? Потому что белка не белая. Конечно. Не имеет отношения к беленькому, то есть оттенку цвета. Не имеет отношения к белить, то есть покрывать белым цветом. Лист. Лиса. Лис. 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 Лист конечно. Лис. Там боћ каких лист? Правда? Хорошо. Давайте ещё что-нибудь такое. Лос під. Лось. Лосиха. Лос будь. Лос堌. Безусловно. Тут всё просто пока. Пес, песочный, песок? Пес… Пёс конечно лишний, потому что у нас есть песочный и песок. Правда? Итак, почему мы с такой легкостью это определяем? Вот три словечка, я их пишу, без всяких даже знаков предназначения между собой. Мы с легкостью с вами помним, что несмотря на то, что корни очень похожи, но что-то лишь. Вопрос, какой корни в песке? Будьте внимательны, это трудно. Пес, а мама в песок? Конечно, конечно. Несмотря на то, что песочный пишет через букву Ч, это просто чередование. Ага, смотрите, мы почему-то узнали эти корни одинаково, несмотря на то, что это чередование, я их подчеркну. Теперь я еще немного усложню задачу. А если она будет песчаной? Песчаный. 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 Нет, будет песочек. Песчаный. Ага, ну-ка корень примет вот такой вид. Появится, еще раз еще раз добавим, да? Почему-то понимаем, что эти слова однокленно. Это с этим ну совсем не сочетается. Еще раз, почему-то. Потому что их что-то разное. Что разное? Корень разное, значение разное. Корень разное и, соответственно, значение разное, да? Лексическое значение совсем разное. Корень у нас действительно общая часть родственных слов. И значит, наверное, самое простое для нас, как образовывать новые слова, это просто брать корень, плюс корень, плюс корень, плюс корень и так далее. Вопрос, почему вот так нельзя? Ну, это окончание. Ну, окончание нас сейчас не очень интересует. Положим, что они как-нибудь присоединялись к другу. Куда-нибудь. Вот я хочу образовать новое слово. У меня нет ни приставок, ни сузикса. Ничего больше. Вот есть два корня. Положим, что у меня есть то еще. Вот это плюс вот это. Условие такое, я могу присоединять любой другой корень, имеющегося у меня. А первый корень у меня вот такой. Ваша задача не менее шести слов, образованных в руках. У нас такие слова, которые сегодня звучали. Кто лазит под воду? Водолаз. Водолаз водяной не пойдет, потому что там вторая часть не коет. Вот первая даю уже, да? Водолаз. Попробуйте написать сами. Написать сами не менее шести. Водокос придет. А что такое водокос? Тот, кто косят под водой, что ли? Ты знаешь, я однажды косил под водой. Вот косой, правда, вот так. Но при этом я себе не называл водокосом. Тот же не такого слова. Увы. Нет. А кто косит воду? Тот, кто косит воду? А, так же пустыню пылесосит и под водой. Хорошая задница, пустыню пылесосит. Водоход. Водоход. Полезнее, главное. Водоход пойдет? Водоход, конечно, пойдет. Водоход. Водомет. Отлично. Ты говоришь, просто вот супер. Водомет. Вот честно говоря, неужели никто не остался под водой? Водомет, это то же самое, это пожарная машина. Обязательно. Ты как бы выносил. Если вы посмотрите... Водолеем. Безусловно. Водолеем. Если вы посмотрите в словарь, водомет имеет несколько значений. Я думаю, что свежий, но если его там... Раньше водомет называли фонтан. А вестихот можно? А у нас там курень другой. И водометом, конечно, еще вызывают то, о чем Коля сказал. Пожарное сооружение, специальный транспорт, из которого вода как-то действительно лечится. А водохлёбный пойдет? Отлично. Вода как? Водохлёв. Водохлёв, молодец. Водопой. Вот начали интересные слова привозить. Водопой. Водопой, молодцы. Поет вода. Записывайте, у которого нет мыши. Водомет. Водомерка, я думаю, угла уже у многих. Водолёт. Водопой. Водолёт. Водолёт? Ну, наверное, образовать такое можно. Я такого существа не встречал. Он называется гидроплан. Гидроплан. Что, водолёт? Подводолёт, конечно. Водолёт. 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 Это что такое? Это вон тебя пуля. Водолёт. 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 Это правда. Вряд ли это вводопуля. Правда? Водолёт. Смотрите, что у нас везде здесь получилось О. Водоносы 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 Кто воду носит, правда? Замечательно Водохлеб у нас, да? Водоносы С водопроводом поаккуратнее Немножко, потому что водопровод Встал еще приставы Правда? Есть, конечно, слово водовод Но очень редкое Водомерка Водомерка Тут еще плюс сушек, правда, да? Водопой 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 Водолей Водолей, конечно Водолаз 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 Ну и так далее Я поставлю многоточек, потому что дальше мы начнем придумываться Водолаз Честно говоря, придумываться Водолаз Водолаз Наше творчество На самом деле Заметьте, на этом мы тоже иногда не понимаем Что делать Вот с этим вот Элементом, который встал сюда В середине между двумя Ничего Он явно не корень Это точно Что он делает? Это Среднительная гласная О Это Среднительная гласная Значит, наметьте, это еще одна новая морфель Как вы его узнали У нас еще Е Среднительная гласная Среднительная гласная Действительно В русском языке дверя О и Е Больше что-то быть не может На всякий случай Могут слова соединяться и без цепени гласных Да Водолаз Или какими-то словами вроде там Деван Караванов Да Мы не можем Отвечать Ну Значит, во-первых, у нас появилась Соединительная гласная Ее иногда и отмечают как Сутикс Иногда отмечают просто вот так Подчеркивание Она всегда становится между двумя корнями Если в ней есть необходимости Это у нас соединительная гласная К нашему списку Фем прибавилось что-то Приставка А? Курень, конечно Ну, кстати Четненькая Интересно Сколько логически может быть этих А А А Сутикс Окончание, которое мы пока оставили в покое Иногда ее называют мощным словом интерфикс Интерфикс Потому что она присоединяется посередине И было бы все хорошо Если бы В жестком языке Вот так вот Просто Соединялись бы Двадцатые корни И мы бы помещали Двадцатые слова С одной стороны Хорошо С другой стороны Мы сейчас не используем Ни приставки Да Ни Корни Не Сутикс Представим себе, что Нет Вот Нет у нас ни приставки Ни сутикс Что делать? Ничего Хорошо или плохо? Плохо Плохо Почему без них нам плохо? Словы Словы Первых слов Явно будет меньше И это Мечтос Нельзя бы сделать Прям Столик Конечно Кстати Говорим не в обеих Будет сказано Украинскому языку Почему слов В нем меньше Чем просто Прежде всего Потому что в нем Меньше Сутикс Просто Меньше И от этого Значит зависит От количества наших Морфеев И от возможности Их сочетания Зависит Такая вещь как Богатство языка Правда? Да Богатство языка В казнице Не исчерпаемого Потому что Мы с вами Перечислили Какие-то слова Которые есть в словаре Ну если посмотреть По этой модели Да По этой модели Мы нашли с вами Какие-то словечки Которые Которые Которых Нет в языке У них Сами придумали Вот Кто-то сейчас придумал Водопулемет Пулемет Стреля камнями И двумя С этими Классными То есть Естественно Что мы можем Продолжать И дальше Водолет Майка Мед Пушка Мед Пушка Ядрог Пушка Ядрог Пушка Ядрог Они стреляют Пушками А пушки стреляют Ядрог Количество Порфем Это некое Условие Богатства Языка И как мы поняли только что Речь идет далеко не только о корнях А наверное о каких-то Других Важных Морфемах Мы теперь поняли что есть у нас с вами Приставка Есть Свой Может быть Что? Новая морфица самодешняя Соединительная Классная Классная Может Давайте я ее вот так обозначу Может быть Второй корень Может быть Второй корень И вторая приставка И вторая приставка И второй сутикс Это понятно Может быть Естественно Всегда Так как У нас Должно быть Приставка Канчания Есть Канчания Мы о них потом поговорим Сулевым Сулевым Нет Не сулевым И может быть Еще помните О чем говорили в прошлый раз Нет? Расходица Расадица Расадица Что там на конце? Второй сутикс Да Можно назвать его вторым сутиксом Третьим Десятым Но он всегда После окончания Это Это Может быть Помните Постфикс Да? Теперь давайте подумаем Почему Вот Эти Части Слова Могут Называться И по-русски И скажем так По-латински Корень Корень Он и будет Корень Или Корень Латыни Кто не знает Как в латыни Корень Радикс Конечно Но это не так важно Такое слово мы, как правило, не употребляем Это все-таки у нас всегда Корень Раскорим Теперь Это приставка Мы ее знаем так А можно сказать вот так Префикс Это не обязательно запоминать И даже я вам честно скажу Сейчас не обязательно записывать Важно понять почему Потому что фикс Это Скреплять По-русски Знаете слово Фиксировать Да Отлично Что это значит? Закрепить Закрепить Прикрепил Прикрепил Естественно Дальше у нас есть знакомый нам Сузик Который всегда И по-русски Колодой Да Он с вами Выглядит То есть То что крепится После Корня Приставляется К нему Сзади Дальше У нас есть Постфикс То есть То что крепится Когда Пост Что такое После После Конечно После всего Итак Постфикс Это то что закрепляется Крепится К слову После всего Догадайтесь теперь Почему Средиогласного Иногда называют Интерфикс Она В середине Нет Она не впереди А в середине Индер Это что? Индер Между Да? Интернациональный Как вы говорите Да? То есть Между Народами Интерпол Это что? Это Интерпол Это Полиция Почему во Франции? Не во Франции Интерпол Это Полиция Правильно Нет Полиция Это Полиция Международная Может тебе это вообще написать Еще раз повторяю Вот эти названия Эти Страшные слова Нам сейчас Может быть и не нужны Что такое? Префикс Интерфикс Постфикс Важно Они называют Морфем Все прикреплено к корням Только что-то Спереди Префикс Приставку Что-то Прикрепили В самом конце Постфикс Что-то прикрепили в середине Получили интерфикс Что-то прикрепили После Корня Но Между Да? Как же Постфикс Сотфикс Вопрос Почему Наше окончание Не получило Какого-то Названия Сотфикс Потому что Оно может меняться Оно чем-то Отличается Сотфикс Не меняется А Прикрепили То есть Оно на самом деле Не прикрепляется Оно Оно Если говорят о окончании Словом Флексия То есть Что-то гибкое Это все Прикрепилось Правда? А окончание Осталось Гибким Оно может меняться В зависимости от того Какой подрежь Услов Какой у него Чеснок Какой у него Род Если вы скажете Прилагательные Причасти В зависимости Оно Грамматический Форт А может быть еще Это Постфикс Роди Бога При этом Все может удваиваться Как хотите Утраиваться Да? Даже кроме Кроме Пожалуй Постфикса Трудно себе представить Два постфикса Подряд По-русски Да Две приставки До запаса Два корня Мы только что с вами видели Два Три Четыре Суффикс Подряд Это легко Значит Получается Что мы Делаем с вами Словечки Из вот этих Частей Если кто-то сомневается Давайте придумать слова Скажем Две приставки Две приставки Так Это просто Перезагрузка Перезагрузка Все согласны что здесь две приставки? Да Пере И за Так Еще Перекодирование Перекодирование Согласен Но там одна приставка А дальше корень Зато будет очень сложный судик Так Еще Переделать Переделать Ну и что? Приставка одна Приставки денег бывает Дальше идет правда Сразу корень Еще Перегрузка Перегрузка Давайте Запишемся Перегрузка 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 Раз При Раз Раз При При Р При При Пре 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 Это все какие-то приставки. За, на, В и С. Так, а почему ты их так спробировал? А, я помню, когда она... Ну, у нас такая демократная мучительность. Ну, это же так. Слово писать не может. Приставка. Приставка. За, приставка на... Есть такое? Да. Есть такое. Приставка... Давайте, приставки заканчивающиеся на ПО. ПО. Пойдет еще? ПО. Еще? ПРО. 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 ПРО пойдет? Есть приставка ПО еще. Сейчас, одну сучку. ПРО. Согласен. ПРО. 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 О. Есть такая приставка О отдельно. Есть просто приставка О. Слово. О. Так. Приставка О должен звучать, а? Приставка ДО. Разве нет? Есть. ДО рисовать. Правда? О. Угу. Приставка СО. И приставка ВО. СУВМЕСТНЫЙ ВО с ОТ. Правда? ЗА. ЗА. ЗА О уже есть. Теперь давайте приставки, наоборот, начинающиеся с О. ОТ. Во-первых, сама ПО согласен. Ещё. ОТ. ОТ. ОТО. 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 ОТ или как вариант ОТО. 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 Ещё тоже важно записать. ОТО. Можно сюда записать приставку О. ОТО ещё, да? ОВ. ОВ. Это как? Непонятно? ОВ. ОВ не придёт, а? ОБ. Приставка О. Приставка ОБ. Все они у вас прекрасным образом есть. ОТ. ОС. Дальше. Приставки заканчиваются ТОНА. Внимание! У. З Или на С Это очень много Очень много приставок Раз Раз Воз Из Правда? Да Редкая такая приставочка Нь З Низ Ни сходить, ни заводить И, конечно, еще самое Мужество приставок Вот о приставках мы с вами говорим в следующий раз Хорошо? А вы подумайте пока Какие есть словечки с двумя приставками? Я знаю, как это Блин Я знаю, как это